Честно говоря, я не посмотрела время, со скольки работают у нас транспортные компании. И мы приехали 15 минут десятого, оказывается все еще спят, все транспортные компании работают с десяти. И хорошо, что вообще я вот сейчас сижу в газели. Это газель сына моего мужа, он возит на ней мед. Ну а так как у меня груз, я говорю, столы вот эти оцинкованные весом 90 килограмм, плюс еще автоклав, и плюс еще нам нужно купить бак для душа. Вот я попросила, чтобы он меня свозил. Да, я что хочу сказать, это у нас к 10 часам в деревне, время, можно сказать, уже заканчивается, нам на покой пора, в 11 это точно. А тут в 10 часов еще никто не проснулся. Куда-то мы заехали, вы знаете, сюда вот просто так, по ошибке, мне кажется, заехать невозможно. Или можно заехать только именно по ошибке. Я здесь ни разу не была, честно. Уважаемые зрители, в Волгограде очень развит частный сектор, хочу я вам сказать. Вот мы сейчас едем по ангарскому поселку, здесь столько частных домов. А вот домики двухэтажные, я так подозреваю, что их, наверное, сразу после войны построили. Там, где я раньше жила, в Волгограде, там тоже есть такие дома, причем, знаете, у них такие деревянные перекрытия и огромные квартиры. Комнаты вообще огромные, 20 с лишним метров. В общем, там четырехкомнатные квартиры, наверное, под 100 метров площадью. Ну и, естественно, они были раньше коммунальные. Между прочим, у всех деревенских, которые вот так вот попадают в город, обычно обнаруживается куча дел. То есть им падает на хвост куча дел, которые нужно переделать в городе. То есть вот у него, у моего сегодняшнего водителя, мало того, что ему нужно свозить меня за автоклавом, за этими нержавеющими столами купить душ, но еще по времени у нас, наверное, получится забрать моего старшего сына в деревню. Нам еще нужно съездить в аэропорт и забрать еще его знакомую с ребенком, который прилетает с самолетом из Турции. Я вам еще засниму сегодня, наверное, на аэропорт, где я лично никогда не была. Кроме того, у меня здесь в городе наконец-то начало догружаться мое видео, которое я поставила на загрузку вчера вечером, перед тем, как лечь спать. Представляете? И вот здесь наконец-то 78% загрузилось. Я поставлю вам сюжет о том, как мы покупали стройматериалы на теплице и о том, как я рассуждала о том, как мне ехать в этноцентр. Стоит вопрос, добраться мне до туда на такси или все-таки на метро и электричках. И я склоняюсь ко второму варианту. Многие зрители мне об этом написали. И, кстати говоря, плохо быть блогером, потому что я бы сейчас смогла спокойно сидеть в машине. Нет, мне пришлось выйти для того, чтобы заснять вам сюжет уже на улице, чтобы вам не было скучно смотреть. Здесь такая прилегающая территория. Смотрите, дворик, о чем мне нравится. Прохладно. Сегодня вообще в Волгограде, во всяком случае, с утра прохладно. Вот стоит наша газелька. Между прочим, я сегодня в кофточке, которую отдала для того, чтобы в ателье мне ее ушили. Потому что, когда я ее заказывала с Бонприкс, я выбрала не тот размер, она у меня была все-таки немножко большевата. Ушили по бокам, а теперь все хорошо. Кроме того, меня привлекло вот это объявление. Куплю хлам. Я подошла посмотреть, что же за хлам человек покупает. Оказывается, стиральные машинки, печки, радиаторы, автоаккумуляторы, газовые колонки, газовые котлы, холодильники, чугунные ванны. Ну и далее по списку. Список, пожалуйста, на объявление. Кстати говоря, хотите, я вам представлю доказательства, что у нас водитель медовик. Смотрите, что тут стоит под сидением. Под сидением стоят вот такие баночки с медом. Уж не знаю, для чего он их тут держит. Возможно, что это неприкосновенный запас, как раньше была бутылка водки. Которая, как известно, являлась валютой на все случаи жизни. Возможно, что эти баночки тоже служат какой-то определенной цели. Какой, я спрошу об этом у водителя. По дороге здесь магазин строительный. Мы решили зайти и посмотреть, что тут вообще продают. Потому что времени у нас все равно еще вагон. Да, аэропорт. Убиваем время. Политка красивая. Бетонные мешалки там, ведра. Пусть я и не могу сравнить цены. Я не знаю, что, почем, где. Вот, баки, которые нам надо для душ. Я не знаю, сколько они стоят. О, 2000. 2000. Но мы другие будем брать. Здесь брать не будем. Контейнеры. О, деревяшки. Очень даже интересно. ОСБ. Почем ОСБ мы вчера брали? 9 миллиметров, 600 с чем-то рублей. А здесь 599. А это, наверное, может, тот кто? 670 тоже. Вчера мы тут покупали. А, это по карте 599. У них, наверное, карта какая-то скидочная есть. Ну, вообще, мне здесь, честно говоря, неинтересно. Ничего вкусного здесь не продают. А по строительству мне как бы ничего не надо. Хотя, кто его знает, здесь вот блоки, смотрите. Газобетонные, 625 на 250, это 62 сантиметра длина, 300 это высота, 201 рубль по карте. Вот еще газобетонные блоки. В общем, цены смотреть сами. Кирпичи. Сколько же кирпич сейчас стоит? 13 рублей кирпич. 13 рублей положить 13 рублей. Обычно так берется. Кладка кирпича. Кладка столько же, сколько сам кирпич. Вот, сетка. Сетка для цыплят моих не подходит. Лестница, пролет. Смотрите, красивый. Что-то я не вижу, сколько стоит пролет. Но тут ступень. Вот, смотрите, одна ступень 691 рубль. Это что? Это 40 сантиметров. 40 на 30 на 200 миллиметров. А длиной 200 миллиметров. А если 120, то 479 одна ступенька. Но одна ступенька это вот. Вот доска ступенька. А, вот. Столк начальный. 559 хвои. Это если для лестницы. И по 600 балясина. Балясина, 108 рублей. Что такое балясина? Балясина. Балясина. Это которая вертикальная или которая поручень? Поручень. Наверное, балясина это которая вертикальная. А, поручень это вот. 610 рублей. Ну вот так. С лестницами разобрались. Меня удивляет, а что мне по шее никто не дал, что я тут хожу, снимаю. Может сейчас догонь-то дадут. Обычно вообще не любят таких вещей. Смотрите. Сейчас придут и поругаются. Чуть-то ничего нас здесь не впечатлило, честно говоря. Говорят, что в Леруа дешевле. Мы вернулись туда, откуда приехали. Вот, кстати говоря, я говорила, малоэтажные дома. Вот они. Смотрите, вот здесь как-то получше видно. Я знаете, зачем камеру включила? Хочу сказать, что я никак не могу склеить. Для себя не могу в одно склеить. Такие маленькие частные дома, которые после войны построены. Вот эти двухэтажки, которые также построены после войны. Они еще и с бомбоубежищем, между прочим. И при каждом домике там есть такой парк, типа полисадник. Вот и такие вот малявенькие дома, и вот эти вот новостройки. И представляете, все это вот в одном месте. Вот у меня как-то не укладывается это все в моей голове. Так, в общем, вот баки для душа. Три-четыреста. Три-сто литров, короче, три-четыреста. А двести литров? Две пятьсот пятьдесят. Вот, наверное, две пятьсот пятьдесят надо взять, да? Ну, бери. Бочки же хватит на нас, на всех. А вот сто пятьдесят литров он стоит. Две четыреста. Две четыреста тоже. Как ты считаешь? Там уже пипка есть для того, чтобы вкручивать. Вот видите? Это экран заодно. Вот, а это бассейны, судьба всему. Вот это вот синие. Шланги. Шланги, шланги. Двадцать пять. Два с половиной. Это 2,8. 17. Чуть значит, а, это метр наверх. Нет, хорошо, нет. Это не только эти шланги, не гибкие. Я думала, это такие гибкие шланги. Вот, и кран тоже давайте. Давайте нам, в общем, на двести литров. Вот такой кран. Ну, все. А, да, и у нас вот ботенки вот такие. Сейчас, десятилитровые. По двести пятьдесят рублей у вас были. Сейчас. Вон, как синенькие, только беленькие. Вот, с ручками. Только там не двенадцать литров, а десять оказалось. Так, ну вот десять литров. Нет, вот это мы мерили. Я взяла, мы молоко в них возим. Десять литров оказалось, полное ведро. В общем, давайте мне их четыре штуки. Три штуки. Да, четыре вот этих, бак для душа и кран для душа. Там получаете душ и кран для душа. Две восемьсот и четыре вот этих. Да. Все, можно я приснимаю? Пошу. Так, вам что, сразу платить? Или коровынисты. Вообще, их нужно быть товаром? Нет, не нужно. Здесь есть разные. Смотрите, вот та квадратная синяя, триста литров. Это четыре триста. Вот эта квадратная, черная, три двести, двести литров. Квадратная двести, вон та, внизу под черной стоит тоже три двести. Четыре триста. Вот эта вот квадратная, как бочка, она стоит на сто литров. Две двести. Пищевая. О, типа для воды. Блин, тут даже краник есть. Уже варенный. Интересно, да? Ну, смотрите, пищевая, овально-вертикальная штука на три тысячи литров стоит двадцать одна тысяча. Танк. Это прям танк какой-то. Овально-вертикальная, четыреста, четырнадцать пятьсот, две тысячи литров. Обалдеть. Интересно, а что у них хранят? Типа пиво или что? Что у них можно хранить? О, а вот смотрите, какая-то длиннющая, тоже овально-вертикальная, тысяча литров, семь пятьсот и краник внизу. Интересно, конечно, по этому пластику погулять. Так, а вот это типа для засолки капусты, наверное, точно. Чан. Так, смотрим, двести литров, две шестьсот пятьдесят. Вот, вот в таких точно капусту солят. Чан пятьсот литров, пять тысяч. Посмотрите, сколько капусты надо, классно. Вот в этих бочках раньше селедку солили, я знаю, норвежскую поставляли. Вот какие-то ведра огромные. Так, вот тоже вот эти все овально-вертикальные. В общем, они с дырками, с этими, с отверстиями. Так, эти канистры, не знаю, почему цены нет. Бочки новые вот такие, типа, как я сказала, для селедки тоже не знаю. Смотрите, тут какое количество огромное. Интересно. Так, а это что у нас? Пять тысяч литров емкость. Тридцать тысяч. Обалдеть. И тоже с краном, внизу кран. А это для чего? Как вы думаете? Для чего такая емкость может служить? Не, ну и вот такие бочки тоже зачем-то нужны. Зачем я, честно говоря, не знаю. Мне не надо. На мангал, оказывается, цены есть. Две семьсот вот этот маленький, ручная работа. Четыре тысячи вот этот дорогущий за одиннадцать. Что, мы уже погрузились, наверное? Или еще нет? Между прочим, я так поняла, что есть дополнительная услуга. Гляньте, вот он просверливает дыру и ставит туда тен. И оттуда же теплая вода течет. Классно. Вот мужчина заказал, чтобы тен поставить. Здорово. Мы на складе транспортной компании. И вот этот палет весь мой. Представляете? Таро оборудованный. Позорваный. Это вообще хорошо, что мы приехали на газели. К людям вон вывозят. Видать, какие ящики? Я говорю, достаньте, пожалуйста. Ну вот так, но это уже меньше смотрится. Сейчас будем забираться. Мы закончили все свои дела. Подъезжаем к аэропорту. Нам здесь нужно забрать человека. Я здесь никогда не была. Моя камера стоит на баке. Душевом, который мы везем домой. Мы сейчас стоим около аэропорта. Ждем. Ждем. Нам сказали подождать. До того момента, когда мы сможем туда заехать. Оказывается, на стоянку аэропорта можно заехать только на 15 минут. Кстати, вот мои новые очки. Вместо тех черных. Я же с сайта китайского выписала две пары очков на самом деле. Вот те черные сильно большие, но эти вот поменьше. Они коричневого цвета. В общем, я сегодня решила выгулить другие свои очки. Сколько придется ждать, неизвестно. Вот я недавно смотрела новости в новостях. В Шереметьево, аэропорту в Шереметьево, там вообще люди сутками багажа ждали. Надеюсь, нам не придется столько стоять под этим деревом. Не знаю, как мы раньше без телефонов жили. Мы уже час стоим ждем, пока багаж отдадут, пока самотет приземлится. Что, я уже милая тут всего послушала. Вот теперь на Арию перешла. Максим у нас ни на чем реагирует. Он сидит. Максим! Ты меня слышишь? Слышь. Что ты смотришь? Я играю. А, играет. Наш водитель уже все наиграл, телефон отложил. Может, правда, бутерброд какой-нибудь съесть? Чего-то тяжко ждать. Ты хочешь бутерброд? Нет. Ты что? А ты хочешь бутерброд? Собой? Да. Будешь есть? Нет. Никто не хочет. Все худеют. Ну и я туда не буду. О, вау! А тут красиво как, смотрите, в аэропорт въезд ни разу не была. О, что ты здесь не говоришь? Я снимаю. Как не снимаю? Снимаю. Смотрите, как здорово. Кустики. Это забор из сетки и забитый булыжниками. Вот такими, галышами, галышами. Ух ты! Садись. Ой, да тут вообще красотища. Гляньте, как классно. Нас запустят, говорят, на 15 минут можно забесплатно въехать. Так, а... Че? Куда нажать? Куда-то нажать надо. Карту. А карты нету. Какой карты? Любой? Дай карту, мам. Нет. Ну, дай карту. Сейчас. В общем, оказывается, не туда заехали. Без карты вон там все проезжают. Я понял. Говорит, вы там могли бы проехать в ВИП-проезд. Но это стоит 6 тысяч. Нормально. Хорошо, что я свою карту не дала. Нет, там вот сдаются карты. О, как красиво. Ой, как красиво. Здорово. Да, да. Международный аэропорт. Волгоград. Если учесть, что у меня сейчас вот-вот батарейка сядет. Ну, вообще. Вон люди ждут чего-то. Красиво, да. Там набережная, аэропорт. Ой, какая красотень у нас в Волгограде. И зачем я в свое Балабаново еду на поезде? Интересно. Мне надо было на самолете лететь. Я бы на эту красоту смотрела бы. Вот так вышла с машины и хочу заснимать поближе. Сын мой говорит, мам, да садись. А я говорю, не командуй. Я здесь никогда уже, наверное, не буду. Потому что я самолетов боюсь. Увидите. На вокзал, господи. На автобус все сели и уехали. Мы едем домой. И я подозреваю, что скоро мы будем ездить по новой дороге. Вы посмотрите, строительство идет полным ходом. Даже, я бы сказала, полнейшим. Это мы грузим столы для сыроварни. А пауку ты уже унес? Бак для душа. Что она себе представляет? Железная такая. Как раз тупо? Ну, куда тарелки вставляются? Что я себе представляю? Набор, скрутить надо, коробка, готовые ящики. А он отнес какие-то уголки. Вот, да, я про них спрошу. Нет, не уголки, а... Готовый ящик скрученный. Да. И еще что-то. А, дверь. Что-то подобное. Противень он отнес. А это, между прочим, автоклав. Это, только его не вздумай уронить. Вот так. Телега Чуешенко в действии. Бак еще сверху положи. А ты взял от бака эту штуку, через которую вода льется? Ничего не знаю. Все, что я видел, я взял. Куда-то его жила. Сергей куда-то положил. Ну, ладно, найдем. Поехали. Держи. Ну, все. Попадай. Мы приехали. Давай в какую-нибудь сторону. Вверху на коробку. Сесть? Нет, руку положить. А, руку положить. Тихо, 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 тихо. Тихо, тихо. Тихо, тихо. Стой. Полка. Вон, противень. Уголок для стележения. Расскажите, ну и дурень, да? Сказала. Это нержавеющая оборудование для моей сыроварни. Пусть я дура, но я продвинутая дура. Вот такая штука висеть в моей сыроварни. Это же классно. Сын говорит, капец, говорит, у нас пыльно. У нас вчера вечером, вот там вот то, что разъездили, машины, ты посмотри, что на теплицах, вот прям, видишь? На пленке прям слой пыли. Вот такой вот клубы пыли, представляете, стоят. Прям вот в воздухе. Я хотела вчера вот там посидеть на огороде, я не смогла. Потому что дышать вообще невозможно. Вот через респиратор. Потому что дороги настолько разъездили, и знаете, вот такая вот стоит мельчайшая пыль. Вот через камеру этого не видно. Но на самом деле пленка там совсем не прозрачная. Да вон, на мотоцикле. Я сейчас, кстати, приехала домой. Давай, ты протру. И на ларе. Сейчас покажу. Вытерла слой тончайшей пыли. Вот, смотрите. Между прочим, в прошлом году я такого не помню. Не было в прошлом году столько пылюки. Не было так разъезжено. Я с вами, дорогие зрители, никак не попрощаюсь. Пока в очередной раз. Третий раз. Пока. Продолжение следует.